Всем привет! Сегодня я вам расскажу о пакетах и о импорте. Итого, у нас наши классы могут быть помещены в пакеты. Для чего это делается? К примеру, я написал какой-нибудь класс Human и хочу, чтобы его другие программисты использовали. Но какой-нибудь другой программист написал точно такой же класс Human и точно так же хочет, чтобы его использовали. В итоге, когда мы будем писать Human, если я напишу Human, чей класс использовать мой или какого-то другого программиста. Для этого мы можем поместить наш код в какой-нибудь пакет. Для этого мы создаем пакет класс NewPackage. Обычно имена пакетов используются с помощью URL. К примеру, com, google пишет какой-нибудь google, потом guava. и пишут пакеты, которые относятся к guava. Я, например, могу использовать какой-нибудь com, max, что-нибудь такое. Какой-нибудь свой URL, который пишется обратно. То есть, если бы у меня был URL max.com, мы бы, естественно, использовали пакет com.max. Соответственно, в этом пакете я могу создать какой-нибудь свой класс. Ну, к примеру, car. Соответственно, как вы можете обратить внимание, первым полем у нас идет package и потом имя этого пакета. Причем, что интересно, com и max это отдельные папочки. То есть, у нас в папке src лежит папочка com и в ней лежит папочка car. Таким образом, java компилятор, если мы будем обращаться, будет знать, где смотреть. То есть, он будет заходить в нашу папочку src, там искать папку com и там искать папочку max. Вот. То есть, у нас есть какой-то такой package. В нем мы используем какой-то car. Дальше мы здесь пишем какой-то свой код и выкладываем в интернете для того, чтобы кто-то этим пользовался. Теперь, я программист B. У меня есть класс human. Я хочу в нем использовать класс car. Я пишу car равно car. Но вот нюанс. Наша программа не знает о том, что такое car и вообще, какой car использовать. То ли мой, то ли еще чего-то. Для этого мы можем ему указать непосредственно имя пакета com.max и потом car. Таким образом, он будет знать, что из пакета com.max нужно использовать класс car и это будет наша машинка. Но это писать очень длинно. А что если у нас будет несколько машин? То есть, у нас может быть машина моя car, может быть какой-нибудь com.max. car, deadscar, то есть машина отца. И каждый раз писать вот так вот. Это будет очень длительно и очень некрасиво. Поэтому у нас используется импорт. Сейчас я вам покажу, что это такое. А импорт это в самом начале. Мы можем написать импорт и потом написать com и max. Таким образом, заимпортив наш com.max и еще и car. Таким образом, мы импортим наш класс car из пакета com.max. Также, если бы у нас там было несколько классов, мы можем здесь поставить звездочку и заимпортить все пакеты, которые находятся в классе car. Таким образом, нам здесь не придется писать полностью com, max, car. Это, что в принципе очень классно. Таким образом, вы знаете, как использовать чужие классы из других пакетов. Но это еще не все. Нам нужно понять одну главную вещь. Во-первых, пакеты, они должны идти первым словом. То есть, если мы их напишем после класса, это, как вы видите, будет ошибкой. Также, после пакетов мы уже можем написать какие-то импорты. Ну, к примеру, java, avt, все пакеты. То есть, вот мы импортируем все пакеты. Пакетов импортов может быть несколько. То есть, мы можем плеты, там еще чего-то импортировать. Теперь у нас здесь, в классе car, мы используем все импорты, которые мы сюда поводили. И можем использовать. Но что самое еще интересное, то что у нас в одном пакете может быть несколько классов. Ну, к примеру, car. Также мы можем добавить какой-нибудь еще класс самолет, plane и так далее. Вот. И тоже точно так же, как вы видите, использовать. Здесь может быть plane. Plane. Какое преимущество вот этой вот звездочки? То есть, мы здесь можем написать car и заимпортировать. Потом сделать import.com.max.plane. Ну, это будет очень некрасиво писать два раза. Поэтому мы можем один раз написать звездочку. И сразу заимпортить все классы, которые находятся у нас в пакете.com.max. Вот. Дальше. Я вам хотел еще объяснить такую вещь, что у нас в классе может быть пакеты, могут быть импорты. Пакет должен идти первым делом. Потом должны идти импорты. То есть, если мы импорты перенесем сюда, у нас будет ругаться. То есть, импорты должны идти между классами и пакетами. Но что самое интересное, то что классов у нас может быть несколько. К примеру, если мы напишем класс, какой-нибудь тестовый класс, у нас компилятор не будет ругаться. То есть, у нас в одном файле может быть несколько классов. Но есть нюанс в том, что этот класс у нас паблик, а этот класс у нас не паблик. И в одном файле у нас может быть только один публичный класс. То есть, если мы здесь напишем паблик, будет ругаться, потому что у нас может быть только один класс публичным. При этом, что самое интересное, имя публичного класса должно совпадать с именем файла. То есть, если у нас файл кар, то и публичный класс тоже должен быть кар. То есть, если мы здесь уберем паблик, она все равно будет ругаться, потому что именно класс кар должен быть публичным, потому что он совпадает с именем файла. Поэтому мы здесь отменим наши изменения. И это должен быть паблик. А этот у нас должен быть дефолтовый, то есть по умолчанию. Что это означает? Это означает, что паблик мы можем использовать в других пакетах. А вот этот класс тест мы можем использовать только в нашем пакете. Приведу пример. Мы заходим в класс Human. И берем здесь, пытаемся импортировать import.com.max. Как вы видите, у нас есть только car и plane. Если мы напишем тест, он у нас ругнется, потому что он не знает такого, он его не может импортировать. Потому что этот класс виден только на уровне вот этого пакета. То есть, во всех файлах, которые находятся в пакете.com.max, будет виден в файл класс тест. К примеру, заходим в файл plane. И здесь, соответственно, пишем тест, тест. А как видите, здесь видят. То есть, мы здесь его даже можем заимпортировать. Test.com.max.test. Но импортировать нам смысла нету, потому что мы находимся в том же самом пакете. Сюда импорты не применяются. И мы можем непосредственно вот так вот писать. То есть, все классы, их может быть десятки в одном файле, они будут видны на уровне пакета. Но только публичные будут видны в других пакетах. Вообще, нежелательно, конечно, такими классами, как тест, баловаться, писать их много. Желательно везде использовать только публичные классы. Но если вам по каким-то необходимостям надо использовать класс на уровне вашего пакета, вы можете вот так вот написать какой-то дефолтовый класс. Ну, я думаю, на сегодня все. Я вам объяснил о том, что такое пакеджи, что такое импорт, и как использовать чужой код в своих классах. На сегодня все. Спасибо за внимание и за терпение.